Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, знакомиться с художниками. Сегодня у нас Рената Гутуза. Итальянский живописец, график, почетный член Академии художеств СССР. Один из создателей Нового фронта искусств. Я цитирую переводную википедию. Почетный член Академии художеств СССР 1962 года. Видный политический общественный деятель Рената Гутуза был участником партизанского движения сопротивления. Прошел годы фашизма, оккупации Италии, суровую школу борьбы. Послевоенный период Рената стал лидером реалистического крыла объединения Новое фронт искусства. Родился в Багире под Палермо. В 1912 году в семье Землемира и сельского администратора. Посещал курсы рисования в детстве, которые организовал футурист Риццо. В 1931 19-летняя Рената приехала из Сицилии в Рим, готовясь стать юристом. Но с этим у него не получилось. И в трудные годы фашистского режима начинался творческий путь художников. Инстинктивно чувствуя отвращение к салонному официальному искусству. Гутузо примыкает к оппозиционно и демократически настроенной группе художников, создавших искусство искреннее, экспрессивное по живописному языку. Гутузо принимает участие в создании антифашистского художественного журнала Каренто. Его рисунки публикуются в нескольких прогрессивных журналах. Включаются в антифашистскую борьбу. Его мастерской печатаются листовки. В 1940 он становится членом Коммунистической партии Италии. В 1938 создает большую историческую композицию под названием «Бегство Сетны», в которой аллегорически повествует о социальной катастрофе своей родины. Картина «Распятие», написана в 1940-1941 году, становится гимном погибшим героем-антифашистом. А серия рисунков, созданных под впечатлением расправа гитлеровцев над заложниками фоссе, «Адриотино» — это облючительный документ против зверств нацизма, прославления духовной стойкости жертв. В 1950 серии была отмечена золотой медалью Всемирного совета мира. В послевоенные годы часто выступают с речами и статьями в газете «Унита» и прогрессивных журналах. Основным его оружием становится живопись. Сюжеты картин берет из жизни. Даже натюрморты составлены из орудий труда и повествуют о буднях. Труд рыбаков, каменотесов, рабочих, северных копий, жизнь в современной Италии — источник вдохновения Гутуза. Его картины всегда социально актуальны. Но художник знает, что сюжету должно соответствовать адекватная форма воплощения, язык живописи Гутуза, энергичный волевой язык боевого призыва, страстного обличения. Большое место занимает графика. Каждое его большое полотно сопровождается серией графических работ и рисунков. В 1960-е художник обращается к теме города. Уличная толпа, курильщики, читающие газету, танцующая молодежь, становятся объектом внимания художника. Всегда и везде он старается рассказать о социальном значении изображаемого, пусть и обыденно. Умер Гутуза в 1987 году. Я прочел данные на основе статьи Курлянцевой книги 100 памятных дат. Все. Пока-пока. Всем привет. Сегодня мы немножко узнали о Рената Гутуза, итальянском живописце, графике, почетном членом Академии художеств СССР. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы.